Здравствуйте, это Ксения Собченко, детский психолог и мама. На сайте интернет-магазина «Сказки леса» я осуществляю информационную поддержку, рассказываю об игрушках, о том, как в них можно играть, чем они хороши. И вчера мы со «Сказками леса» участвовали в петербургской выставке «Осознанное родительство» и выступали там, рассказывали о правильных игрушках. И я хочу вам еще раз повторить то, что мы рассказывали там, и рассказать о том, какие игрушки действительно являются правильными, и как выбрать хорошую игрушку для ребенка. Первый критерий правильности игрушки – это ее экологичность. Игрушка не должна выделять каких-то вредных веществ. Если ребенок будет брать это в рот, она не должна быть покрыта какими-то вредными красками, обработана какими-то лаками. И свой рассказ я попробую проиллюстрировать игрушками, что-то покажу вживую, то, что у меня есть, а что-то постараюсь вставить в виде картинок. Когда мы говорим об экологичности, я вот думаю о таких прорезывателях. Тут, может быть, я немножко предвзята, я очень люблю деревянные игрушки из натуральных материалов. Но такой деревянный прорезыватель, он точно ничего вредного не выделяет. Он обработан растительным льняным маслом. Он весь такой гладкий, без зазубринок, очень прочный. И моему ребенку очень нравилось такой прорезыватель грызть. И мне это больше нравится, чем какой-то силиконовый прорезыватель. Его можно удобно повесить на шею, когда у вас ребеночек в слинге или на руках. Он может им пользоваться, и если упадет, ничего страшного. Когда мы говорим об экологичности игрушек, тут важна не только такая физическая экологичность, но, я бы сказала, психологическая экологичность игрушки. Когда вы берете игрушку для ребенка, подумайте о том, какие эмоции она у него будет вызывать, какое состояние его вводить. Если игрушка слишком яркая, слишком громкая, слишком шумная, она может перевозбуждать ребенка. Наша новая игрушка, такая вот уточка-каталка, мне очень нравится, спокойных цветов. Звучит, но не громко. Вот так вот переваривается. Тихонечко, с лапки на лапку. Мне очень нравится. Мне кажется, что она гармонизирует состояние ребенка, учит его прислушиваться к нюансам цвета, звука. Я бы сказала, что эта игрушка очень экологичная с психологической точки зрения. Следующий важный момент – это качество игрушки. Игрушка должна быть рассчитана на игру ребенка с ней. То есть, если игрушка развалилась через неделю использования, то она была неправильной. И не стоит тратить деньги на такие игрушки. Как пример могу привести неваляшку. Это отличная игрушка, которая должна быть у каждого ребенка. Классические красно-белые неваляшки у нас вызывают ностальгические чувства. Не знаю, как их делали в советские времена, но сейчас. Один раз стоит ребенку бросить ее о пол, и появляются вмятины, трещины на этой неваляшке. А вот такую деревянную неваляшку, мне кажется, разбить будет намного сложнее. К разговору о качестве игрушек хочу вам показать вот такие вот магнитные сказки, которые можно вешать на холодильник и играть. Вот эти магниты, они картонные. И они топорщатся, сама картонка неровная, и от этого она плохо вешается. И вот так вот съезжают. Вот эта лисичка уже не выдержала испытания ребенком, и половина ноги уже откушена. В общем, за счет того, что они так съезжают, невозможно играть. Даже взрослому сложно прикрепить их нужное место. А ребенку намного сложнее. А вот такой вот деревянный магнит гораздо удобнее. Фигурки прочные, их нельзя так просто раскусить и съесть. Вешаются они удобно. Вот такая маленькая лягушечка. И вся эта конструкция устойчива. И ребенку играть с такой игрушкой намного приятнее. Эти вот картонные картинки немножко покрупнее, но маленькой ручки, вот такие вот маленькие фигурки, брать даже удобнее. Единственное, что нужно следить, чтобы ребенок не взял в рот, если это маленький ребенок. Следующий момент, функциональность игрушки. Китайская лошадка, которая едва может устоять на ногах, а когда ты сажаешь на нее куколку, она падает, наверное, отбивает охоту у ребенка играть в нее и придумывать какие-то истории. А вот такая вот деревянная лошадка, которая устойчивая, на которую можно посадить маленькую куколку. В тележку к ней можно загрузить пассажиров или положить какой-то груз, кирпичи, которые везут на стройку. Она очень удобна для игры. Следующий важный момент, это соответствие игрушке возрасту и задачам развития ребенка в этом возрасте. Например, такой конструктор, как Лего, замечательная вещь для школьников. А для маленьких делают вот такие вот крупные конструкторы типа Лего. Но для маленького ребенка лучше деревянные кубики. Почему? Этот конструктор Лего вот так вот ставится детальки друг на друга и защелкивается единственным образом. И это все, что можно сделать. Маленький ребенок развивает свой интеллект через игру с предметами окружающего мира. И ему важно в игре на собственном опыте прочувствовать и изучить физические законы мира. Когда ребенок думает о том, как поставить кубики друг на друга, так, чтобы конструкция была устойчива, вот, если вот так вот поставить, то они просто упадут. Он развивает при этом мозги, свой интеллект. Для этих целей еще замечательные вот такие вот вальдовские конструкторы. Это дерево, оно одновременно и пазл, и балансир. То есть здесь детальки нужно уравновесить таким образом, да, чтобы конструкция была устойчива. Кроме того, вот эти вот отдельные элементы можно использовать как игровой ландшафт. Можно сделать из них травку, какой-то кустик, можно даже придумать сделать из него елочку, можно сделать пещеру, в которой кто-то живет. Любые конструкции можно создавать из таких вот неправильных элементов, неправильной формы, и это очень развивающий момент. Пару слов в этом плане хочу сказать о куклах. Кукла Барби – это кукла для девочек старшего возраста, после 7-10 лет, потому что эта кукла представляет собой взрослого человека, да, взрослую девушку. Маленькие дети, как играют с куклой, они повторяют те действия, которые мама с ними делает. Они боюкают их, одеваются, жают на горшочек. Поэтому кукла им нужна, кукла ребенка. Вот, например, эти куклы созданы по пропорциям ребенка. То есть маленькой девочке нужна кукла Пурксик, либо вот такая вот кукла ребенок.